Глава организации по запрещению химического оружия заявил, что при нападении на Скрипалей в Солсбери была использована большая доза новичка. Ранее Россия утверждала, что новичок мог быть произведен в нескольких странах, в том числе в самой Великобритании и в Чехии. И накануне президент Чехии Милош Земон заявил, что в Чехии был произведен и протестирован новичок в небольшом количестве, который затем был уничтожен. Земон сказал, что знает, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Российские власти, так же как и государственные СМИ, заявили, что слова Земана доказывают несостоятельность обвинений Лондона в адрес России. А вот что сказала сегодня представитель МИД России Мария Захарова. Как видите, Чехия поступила честно и мужественно, официально признав и обнародовав эту информацию. Я хочу напомнить всем, в том числе и гражданам этого государства, что в конфронтацию с Россией Чехию втянул именно Лондон. Именно под нажимом британских властей дошло дело и до высылки российских дипломатов. Сейчас получается, что не было никаких оснований для этой кампании по высылке дипломатов. Все обвинения, все так называемые три базовых доказательства не выдержали проверки временем и трех недель. О том, как в самой Чехии отреагировали на слова Земана, нам до начала программы рассказал чешский журналист Онджей Соукуп. Заявление президента Земана, конечно же, вызвало достаточно сильную реакцию как общества, так и политиков. Потому что, как я говорю, оно не точное. Потому что, во-первых, это вещество, которое производилось в Чехии, оно не то вещество, которое было использовано в Селисбери. И, во-вторых, президент недосказал, что это вещество никогда не хранилось. И, собственно, его существование продлилось где-то 2-3 минуты. Потом оно было уничтожено. Так что и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны выступили с такими дополнениями. Ну и, естественно, все заметили, насколько, например, российский МИД использовал это высказывание, другие российские политики. Так что, в принципе, идет такая достаточно бурная дискуссия, почему президент сделал такое заявление. Ну что же, об откровениях Милоша Земана, которые вызвали в России бурную реакцию и бурное обсуждение, как уже сказал чешский журналист, мы поговорим с нашим собственным корреспондентом Юрием Вентиком, который тоже следит за этой историей. Юрий, вот он же упомянул заявление еще Министерства обороны Чехии. Чем оно принципиально отличается от слов президента? Ну, разъяснениями. Президент сказал достаточно коротко. И, на самом деле, он все сказал, все самое важное. Что это по классификации другое вещество, и то, что оно было уничтожено сразу после того, как его синтезировали в чешской лаборатории в этом институте обороны, он тоже об этом в интервью Барандов ТВ сказал. Но Министерство обороны и Министерство иностранных дел после всего этого поднявшегося шума, и прежде всего, наверное, после комментариев со стороны России, которые подхватили эту тему, они выступили с более подробным разъяснением. Особенно Министерство обороны. Оно сказало, что да, вещество А230, а не А234, о котором говорится в связи с Солсбери, мы не знаем, чем они отличаются, и, наверное, не можем знать. Но специалисты знают. Да, специалисты, наверное, знают, чтобы это вещество наряду с другими было синтезировано в этом институте для целей химической обороны. А Чехия, как известно, в рамках НАТО, ее сектор ответственности, это в том числе химическая оборона, специализация, оно было синтезировано для получения его характеристик, говорится в заявлении о спектральном анализе для записи этих данных, и немедленно после этого оно было уничтожено. И в конце заявления Министерство обороны подчеркивает, что вероятность утечки этого вещества равняется нулю. Ну и Министерство иностранных дел, в общем, со своей стороны примерно то же самое разъяснило, особо подчеркнуло, что это другое вещество, это с другим индексом. И, в общем, оно не опровергало президента, потому что он говорил о том же самом. Единственное, что президент, с чего возможным, президент Милор Зимон, конечно же, с чего возможным употребить название новичок, и к этому вещество тоже... Но, смотри, получается так, что Россия как бы говорит, вот Чехия не признавала этого факта, что она производит новичок, и тут Милор Зимон выступает. Вообще в Чехии раздавались какие-то заявления? Это что, суперсенсация какая-то, что получается, что... Да, почему это вот в глазах именно представителей Министерства обороны России выглядит как подтверждение слов России? Там не было взаимные такие недоговоренности, и потом расширенное толкование слов другого, получается. Что с чешской стороны, что с английской, что с российской. Но если вспомнить, что говорил премьер-министр Андрей Бабиш по поводу высылки российских дипломатов, по поводу всего этого скандала, он сказал, что Россия перешла все границы, обвинив Чехию в том, что это вещество, которым отравили скрипалей, могло быть произведено в Чехии. Нынешние и сегодняшние заявления ни Земана, ни тем более Министерства обороны не опровергают никак этого, а наоборот подтверждают эту тезис, что да, вещество, которым отравили скрипалей, не было произведено в Чехии. Не, но логика России заключается, насколько я понимаю, в том, что вы тогда еще сказали, что вы производили новичок, пускай и другой, но вы не сказали тогда об этом. Да, да, но в этом брифинге месячной давности, когда Мария Захарова излагала все эти факты о химических опытах, проводимых в Чехии, в этой лаборатории, в институте, она, собственно, опиралась на данные чешской же прессы и популяции. То есть она говорила о том, что секретом не являлось и не является. Вопрос в том, вот это самое вещество А234, если принять на веру, что оно было использовано при попытке отравления скрипалей, оно было произведено в Чехии или нет? Мы сейчас не имеем никаких подтверждений того, что оно было или могло быть произведено в Чехии.